Добрый день. Сегодня у российского интернета юбилей. 20 лет назад, 7 апреля 1994 года, был официально зарегистрирован национальный домен РУ. Это не просто формальная дата, это по сути 20-летие нашей информационной революции. Сейчас аудитория РУНЕТа составляет 70 миллионов человек. Вдумайтесь, это половина страны. По количеству интернет-пользователей Россия лидер в Европе. Особенная гордость, это наши домены. Национальный домен РУ занимает 6 место в мире. А совсем молодой домен, который мы недавно придумали, зарегистрировали РФ, является самым успешным на национальном языке. Прошедшие годы показали, что отечественные проекты, которые появляются в РУНЕТе, способны не только ярко дебютировать, выстрелить, но и удержать многолетнее лидерство. Практически в самых разных интернет-областях. Мы выбираем с вами российские социальные сети, нам там комфортно. Электронную почту, интернет-магазины, библиотеки, геосервисы. А наш национальный поисковик, который называется Яндекс, составляет серьезную конкуренцию с самым известным иностранным поисковикам. В том числе и в международном сегменте. Это вообще уникальная ситуация. Сегодня без всемирной сети невозможно представить себе ни одну сферу нашей жизни. Поэтому интернет должен быть в каждой, даже, может быть, самой удаленной точке нашей страны. Традиционные письма и телеграммы уже, ну, во многих случаях заменяет электронная почта. И теперь более чем в 20 тысячах отделениях нашей почты, почты России, есть точки доступа во всемирную сеть. Ей пользуются жители наших самых удаленных уголков, всех населенных пунктов нашей страны. Я сегодня вижу три основные задачи, которые помогают решать всемирная сеть. Первая, это, конечно, информационная задача. Ни одна библиотека в мире не в состоянии обеспечить такое огромное хранилище человеческих знаний. Какое мы способны найти в сети? Это и новости, и книги, и фильмы, и любая информационно-развлекательная или узкоспециализированная информация. Все это можно найти в течение нескольких секунд. Мы к этому привыкли, но вообще-то это фантастика. Не выходя из дома, можно побывать практически в любом театре, в музее, пройтись, ну, виртуальным образом, по выставке. Вторая задача, которую я хотел бы специально отметить, она, конечно, связана с первой, это образовательная задача. Интернет является уникальным инструментом для образования, для познания окружающего мира. Задача государства дать этот инструмент всем нашим детям. Вообще всем, кто хочет учиться. Вне зависимости от географического места проживания, величины населенного пункта, удаленности от центров нашей страны. Сейчас на территории России функционирует почти 44 тысячи образовательных учреждений. Во всех из них есть интернет. И мы этого добились еще 8 лет назад практически. Но в третьей из них, это уже высокоскоростной интернет. На самом деле это не так мало, но, конечно, все равно эта цифра должна расти. Половина наших школьников работает на самых современных скоростях. Задача остается в том, чтобы предоставить такие же возможности абсолютному большинству школ, абсолютному большинству образовательных учреждений. Потому что сегодня интернет это не только возможность доступа в сеть, но это еще и скорость. Скорость получения данных. Третья задача, она связана с коммуникацией. Она социально-коммуникативная. Количество сервисов, которые сегодня представлены в Рунете, делает жизнь людей гораздо удобнее. И государство просто обязано использовать эти возможности, чтобы экономить время наших граждан. На едином портале государственных услуг уже сейчас зарегистрировано около 8 миллионов человек. Им не надо стоять в очередях, собирать бесконечное количество бумажных справок, тратить на это время и, конечно, нервы. Мы намерены увеличить количество таких услуг. Тех услуг, которыми наши граждане будут пользоваться, получать, не отходя от компьютеров. И, конечно, огромную часть нашей интернет-жизни занимают социальные сети. Интернет практически уничтожил расстояние между людьми и сократил время до одного клика. Я сам с удовольствием присутствую в социальных сетях. Такая возможность практически прямого общения просто помогает понять, чем живет страна, наши люди. Дорогие друзья, сегодня средний пользователь интернета проводит в нашем сегменте, в Рунете, более 100 минут в день. Вдумайтесь, 100 минут в день. Я надеюсь, что это недаром потраченные 100 минут. Сезонное количество